Приветствую! В эфире Вымпел, и здесь вы, как и всегда, сможете узнать все самое интересное и актуальное из мира кино, сериалов, настолок, видеоигр и прочих радостей гиковской жизни. Маленькая оговорочка. Этот выпуск — выпуск Шрёдингера. Он одновременно и 65-й по списку, но в то же время не первый в новом сезоне, поскольку это своеобразная ретроспектива, как бывает в сериалах ранее в сериале или в предыдущих эпизодах. Вот что-то из этой серии. Попытка наверстать весь тот объем новостей, которые мы упустили, пока отдыхали на летних каникулах. Итак, с этим разобрались, поэтому смотри сегодня в выпуске. Рвущие все чарты, словно тузик рвущий бедную грелку, хит от Valve, множество новостей, информации по Marvel, по Pixar's D23, долгожданный анонс-продолжение любимой стратегии из детства. Традиционно начинаем с подборки новостей, которые, впрочем, уже стали старостями, но актуальности для всех поклонников гиковской культуры, впрочем, не потеряли. Несколько месяцев назад сеть заполонили утечки новой игры от Valve, командного шутера от третьего лица. И вот совсем недавно был официальный анонс, у игры появилась страница в системе, а желающие смогли получить доступ, чтобы поиграть, пока игра на стадии тестирования, ну и тем самым вложиться в полировку проекта. На фоне рекордного 150-тысячного онлайна у еще не вышедшей игры, если опираться от данных SteamDB от 1 сентября, можно сделать вывод, что многим шутерам стоит задуматься, а не пришла ли смерть по их душу. Единственное, кому задумываться уже не надо, это Concord. Concord гордо был анонсирован, вышел с гордо поднятой головой, также гордо затонул, и прямо сейчас город идут за сборки, в том числе с уходом руководителя студии, ответственного за производство этой самой игры. Любопытная история, эдакая притча для начала нашего выпуска. Тише едешь, больше игроков соберешь. Сразу две новости из мира нашего любимого кубического Майнкрафта по цене одной. Во-первых, вышел трейлер live-action экранизации с Джеком Блэк. Выглядит просто отвратительно. На этой ситуации уровня первой версии первого трейлера Соника все гиперреалистичное, гипержуткое, гипернесуразное. Непонятно, почему было принято именно такое решение, поскольку Майнкрафт это та самая франшиза, которая узнаваемая именно своим стилем. Это как Марио, не надо из него делать live-action фильм. На мультфильм по Марио от Illumination пошло куча народа, он здорово собрал, и нас ждет сиквел. Поэтому Майнкрафт, он точно так же должен быть в своем уникальном стиле. Причем Майнкрафт для Нетфликса, сериал анимационный был анонсирован. Причем опыт в создании красивого, с красивыми лучами, с какой-то классной постановкой, наверное, с монтажными планами, опыт у команды тоже был. Потому что к каждому обновлению в игре выходят синематики, которые выглядят очень даже недурно. Почему нельзя было сделать так, только чуть-чуть побогаче, ну, непонятно. Будем ждать, какое решение примет руководство студия ответственная, собственно, за этот самый фильм. А касательно игры, разработчики, к слову, об обновлениях, теперь собираются выпускать несколько обновлений в год вместо одного. И, слава богу, голосований по мобам больше не будет. Лично меня еще в тот момент, когда мы рассказывали про Майнкрафт, очень сильно смущала концепция, что вам готовят три полностью рабочих модели, продумывают им какой-то алгоритм действия, а потом вводят только одну, а две потом когда-нибудь по праздникам. Для игры, которая приносит столько денег и является настолько узнаваемой, это какой-то непростительно медленный прогресс с точки зрения развития контента. У той же Террарии обновления выходят реже, но по контенту гораздо более содержательнее и значимее. Ну, впрочем, возможно, именно поэтому Майнкрафт 2, как и Террарию 2, в ближайшие лет 10 мы не увидим, но, тем не менее, факт есть факт. На прошедшем D23 показали много всего интересного, связанного с продукцией компании Disney. Хочется остановиться в первую очередь на том, что показали по Pixar, так как оригинальные проекты оказались не особо прибыльными, пришлось вернуться к старой проверенной классике. Нас ждет история игрушек 5, все те, кто задумывались, зачем была нужна 4, могут задать себе этот вопрос снова. Суперсемейка 3, слава богу, она выйдет чуть раньше, чем мог бы занять отрезок между второй и третьей частью, вспоминая практику разрыва первой, второй. Все еще непонятно зачем, потому что вторая растеряла весь свой такой нуарный шарм, превратившись в какую-то дженерик-супергероику без серьезной морали, с очередным антагонистом, который повторяет мотивацию предыдущего, но в гораздо худшем исполнении. Ну и судя по всему нас ждет головоломка 3, вспоминая какой фурор мультфильм наделал, если мы говорим про кассовые сборы, про отзывы, мы смело можем ждать третью, ну и я думаю можно заранее закинуть на четвертую часть, благо хоть там потенциал для развития есть. Касательно Marvel, можно было бегло увидеть большую часть видеоматериалов, она слита, поэтому показывать ее официально нельзя, но из того ролика, который был опубликован к 80-летию Marvel, можно увидеть фрагмент из нового сериала про Сорвиголову, рожденный заново, Железное сердце, Агата, которая уже собственно вышла на данный момент, можно увидеть фрагмент из грядущих громоверцев, можно увидеть фрагмент из нового Капитана Америки, ну и конечно же самая главная разрывная новость. Роберт Дауни-младший станет доктором Думом, который станет главным антагонистом сразу двух фильмов про Мстителей, это Думсдей и это Секретные войны, собственно дуэт братьев Руссо будет ответственен за оба фильма, как это было с Войной Бесконечности и финалом стоить, это все будет каких-то космических бабок, но тем интереснее ждать, хватит ли денег в итоге на специалистов по визуальным эффектам. И напоследок в новостях у нас Сластик, компания Юбисофт и студия Unfrozen анонсировали пошаговую стратегию герой меча и магии Олден Эра. Ну помимо того, что представлен дебютный трейлер, ну еще и с геймплейными кадрами в нынешние времена анонсов без анонсов, это вообще на самом деле так-то редкость. Ну касательно классики, это будет традиционная пошаговая система, это дополнительно ролевые механики, которых как заявляют разработчики не было в предыдущих играх. По сюжету все игроки будут противостоять улью, рою инсектоидов, которые стремятся покорить наш мир. Будет шесть фракций, в раннем доступе игра выйдет во втором квартале 25-го года, страница игры уже появилась в цифровом магазине Valve, то есть Steam. Вера в то, что это делаются те самые герои и они вернутся для тех самых фанатов, которые ждали, чтобы те радостно восклицали теми самыми голосами. Я все-таки надеюсь на хороший итог этого самого анонса. Очень-очень ждем. На этой радостной для геймеров ноте мы переходим к нашей следующей рубрике. Мы поговорим про другую культовую игру, которая в этом году отмечает свое 20-летие. Про World of Warcraft и конкретное его дополнение War Within. Сразу хочется отметить, что мы будем фокусироваться больше на сюжетной части, нежели на геймплейной, поскольку сам каркас, который с 2004 года продолжает планомерно обрастать все новыми и новыми дополнениями, с геймплейной точки зрения хоть и изменился, но во многом остался верен себе и можно лишь отметить косметические улучшения, постепенное внедрение всяких новых навороченных функций, вроде системы освещения, рейтрейтинга. Хочется больше сфокусироваться именно на сюжетной части, поскольку дополнение позиционируется как часть большого комплекса истории, то есть комплекс сразу из трех связанных дополнений, которые будут идти друг за другом. Все они объединены общей идеей World Soul Saga, и это буквально ответ для всех тех, кто задавался вопросами еще с Легиона, а что, а как, а почему меч воткнут в Азерот, что с этим делать. Первые задатки, подвижек, даже скорее я бы сказал в эту сторону, были замечены в битве за Азерот, но потом все ушло куда-то не туда, в очередную драму Сильваны, в очередного выдуманного ради этого аддона злодеев, в тюремщика, в Шэдоулендс, затем все абсолютно спонтанно ушло к Драктирам, к этому драконьему миру, хоть и было встречи довольно тепло, дополнение, там затизерили очередного антагониста для глобальных разборок, но по ощущениям история вообще резко дала окрен куда-то не туда. И вот, наконец-таки, снова древние боги, нерубы, разборки, возвращение старых персонажей, Даларан горит, Даларан в обломках, все как мы любим. Наконец-то начинается подводка к глобальному конфликту, который развернется на ближайшие триаддона. Что можно сказать на данный момент? Косолотат как антагонист, ну и какая-то странная. Авторы World of Warcraft все еще никак не могут отойти от принципа, где антагонист очень много болтает за умным видом, как-то намеренно отталкиваясь, отмахиваясь от персонажей, но не на 7 существенного ущерба. Но вместе с этим у них этот антагонист, что тюремщик с их заумными беседами, что Иридикрон с его заумными беседами, что Косолотат. Все они ходят, что-то там злобно гундят, могут убить героев движением руки, но этого не делают по какой-то причине и из-за этого огребают. Иридикрон еще не успел, Косолотат успела частично, но участь тюремщика все хорошо помним. Поэтому, если мы говорим про ощущения от антагониста, да, она выглядит довольно жутко с этой криповой улыбкой, с этими криповыми глазами, но какое же ощущение, что авторы временами и списались. Вот эта история с королевой Анзурек, королевой Нерубов, и Косолотат в синематике Нити Судьбы так сильно напоминает попури из всех актуальных идей, которые в Вове были, которые были авторами, сочетены за удачное, и перенесены снова сюда. Это и очередной древний бог, который совращает властителя себе на службу, ну, то есть в данном случае это не Рубы, когда-то это была Ашара, которая стала королевой Наг. Ну, правда, тут Косолотат, там был Мзот. Кадгар только думал, что вот убили, наконец-то жертвы, наконец-то ставки, а нет, он просто сидел в каком-то темном кокуне, жив целый орел. Это странно, это снижает значимость конфликта. Как мне кажется, неправильный путь. Что будет дальше? В дальнейших, собственно, патчах мы еще узнаем, но на данный момент можно резюмировать, что да, хорошо, что конфликт наконец-то встал на свои магистральные рельсы, но по ощущениям разгоняется он как-то слишком мало, а драйву этого конфликта еще меньше. Ну, а о последствиях всех принятых авторами игры и решений мы будем следить и сможем сказать где-то в выпусках на протяжении этого года. Ну, а мы продолжаем про наследие, про авторов и про культовую франшизу. В этот раз про Чужого. Новый фильм, несмотря на то, что это не то, что я ждал изначально, это прям вау. Это хорошо, это круто, ярко, качественно, но обо всем по порядку. Во-первых, хочется отметить операторские способности. Это фильм, который приятно смотреть. Он снят вкусно, хорошо подобран свет, использованы практические эффекты, много декораций. То есть видно, что это фильм, над которым работали. Это не просто аутсорс на зеленке, это прям фильм. Да, он может уступать во многом по сюжетной составляющей предыдущим частям. Недаром с точки зрения сюжета его окрестили то ли Легаси ремейком, то ли мягким перезапуском первой части. Хотя, вроде как, неподалеку от нее действие фильма и разворачивается. Если быть точным, сразу после. Но, если так посмотреть, это же хорошо. Это то самое уважение к оригиналу без попыток перезапустить франшизу, то есть это две картины, которые разворачиваются в одной вселенной, без попыток претендовать на славу друг друга. У нас есть несколько подростков, которые покидают колонию Вейтланд-Ютани и отправляются на заброшенную станцию, чтобы потырить там чем-нибудь ценного, сбежать оттуда, ну, устроить своеобразный Escape from Tarkov, разбогатеть и желательно, разбогатеть желательно, опционально, желательно скорее сбежать оттуда первостепенно, куда-нибудь в зеленые дали, где нету карьеров, нету работы на крупную корпорацию на шахтах и счастливо обустроить свое будущее. Что можно сказать? Ну, помимо злободневной, наверное, актуальной для современных медиа, критики крупных, ну, получается, тут даже не то, что транснациональных, транспланетных компаний, ну, это никуда без этого. Вейтланд-Ютани тут натуральные злодеи. Вопрос, были ли они когда-нибудь добрыми, это, конечно, хороший вопрос, но тут они прям натуральные сволочи, и героев не выпускают с шахты, эксперименты разводят, оружие производят, и программа у них максимально циничная. Ну, словом, тем, кому Вейтланд-Ютани не нравилось, им будет тут на что посмотреть. На что посмотреть будет и тем, кто любит ксеноморфов, поскольку их тут много, он тут не один, и в чем прелесть? Видно, что авторы его, ну, как это сказать-то правильно, лишают культового статуса, десакрализируют, я бы даже сказал, потому что раньше, в предыдущих фильмах, если вспомнить «Заветы» Прометея, ближе к концу тот самый, каноничный, чужой, нет, здесь они появляются относительно быстро, и относительно быстро дохнут больших количеств, будто это какой-то шутер, а не полноценный хоррор. Хоррором тоже, кстати, фильм назвать нельзя, это скорее околонаучная фантастика с элементами хоррора, причем хоррора такого самого очевидного, то есть не напряженных ситуаций, а просто скримаки в экран прыгают, там лицехваты, и, по-моему, еще пара каких-то резких сцен со звуками. И видно, что авторы хотят развиваться с идеей хорошо снятого космического ужаса, уже отходя от ксеноморфа, потому что, ну, сложно нагнетать саспенс, когда персонаж смотрит с кокон, а ты знаешь, кто в нем сидит, как он вылупляется, что он сейчас или кислотой плюнет, или хвостом ударит, то есть зрителя сложно удивлять на шестой, седьмой или восьмой фильм одним и тем же монстром, когда мы знаем его принцип, когда мы слишком хорошо знаем его принцип, я бы даже сказал. Здесь они вводят потомка, это гибрид, который появляется в самом конце, исполненный реальным актером, огромная трехметровая детина, ну, монстра, я имею в виду, не актер, который внушает ужас и выглядит как вот та самая новая ступень, крепкое, хорошее, качественное зрелище, которое не грех посмотреть ни в кинотеатре на большом экране, ни дома в высочайшем разрешении. Настоятельно рекомендую и, думаю, на этом мы можем плавно двигаться к финалу. На этом наш выпуск на сегодня подходит к концу. Мы вспомнили все самые важные новости, подводящие нас к началу нового сезона, поговорили о космических угрозах, от ксеноморфов им подобных или от чудовищ, которые посягают на безопасность Азерота. Поэтому сейчас с чистой совестью можно сказать ставь лайк и до новых встреч через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok